Здравствуйте дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрган. В прямом эфире программа «Случай из практики» и я Екатерина Борж. 13 декабря в Сыктывдинском доме народных ремесел Зарань прошел республиканский конкурс детского творчества «Игрушка-говорушка». Об итогах конкурса и творческом развитии детей сегодня говорим с нашими гостями. Представлю. Валерий Лаврентьевич Торопов, директор детской школы художественного ремесла села Вульгард. Добрый день! Добрый день! Галина Степченкова, заведующая отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусства Центра народного творчества и повышения квалификации. Добрый день! Победителем конкурса, правильно я понимаю, участницей конкурса Анастасией Поповой, ученицей школы искусств города Сокровкар. Добрый день, Анастасия! Напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 469060. С вашими вопросами гостям, пожалуйста, обращайтесь, звоните, еще один вариант, пишите нам на СКЮ-номер, будете видеть внизу экрана. Обращайтесь, с удовольствием озвучу ваши вопросы, и мы на них с удовольствием, я думаю, ответим. Расскажите, пожалуйста, о конкурсе. 13 декабря мы знаем, насколько я понимаю, это был четвертый конкурс. Да, но надо сказать, что Галина участница первых конкурсов. Да, я принимала участие в игрушке-говорушке 13 лет назад. Я сама являлась участником, но теперь в этом году являюсь его непосредственным организатором. Причем 13 лет назад был как раз-таки не первый конкурс, а третий. То есть между третьим и четвертым прошло столько лет. Почему? Ну, это, наверное, связано с финансами, прежде всего. То есть конкурсы просто так не проводятся, тем более республиканские. Вот. Инициаторами вот такого праздника игрушки-говорушки это был Вильгард. И он возник после определенной выставки, было «Учитель и ученик», и «Учитель воспитая ученика». Ну и там, в основном, были работы, это живописные, графические, такие, значит, да. И был, ну как бы, не хватало вот декоративно-прикладного искусства. И тогда вот возникла идея в Вильгарте, спираты в одном месте, как говорится, да. По инициативе, значит, администрации Вильгарта были, значит, какие деньги выделены. И мы провели в Вильгарте у себя первый конкурс. Ну, не конкурс, а праздник игрушки-говорушки. Ну, цель была такая, что игрушка не просто должна, она, ну, как бы сказать, выставляться, быть стационарной, кого-то выставить, на нее любоваться и так далее. Она должна разговаривать. То есть, она должна... Поэтому игрушка-говорушка, да? Да, и она должна, значит, с ней нужны какие-то действия. Или, если кукла есть, значит, ради бога, пусть участница вот этого конкурса должна подготовить или, как бы, колбельную там, или какую-то игру с ней, значит. Или, например, какие-то игровые движущиеся игрушки должны быть там. Ну, вот тогда возникли вот головастики такие, значит, воланчики, которые кидали, значит, да? Вот очень много было таких вот каких-то интересных игрушек. Вот. Ну, и вот это в 97-м году был, конечно, очень серьезный такой крупный, значит, праздник, на котором было очень много участников. И работ было, ну, очень много, потому что, значит, на втором этаже в зале, значит, фойе были завалены все полностью, значит. Это из Рокуты, отовсюду, отовсюду приезжали. Правда, с региона Кима. Да, республиканский. И, ну, как бы, вот было такое возрождение. Ну, а потом уже вот в 3000-м году, значит, он уже был слабее, там, в связи с перестройкой, там, ну, что-то такое получается. То есть, недофинансирование было, и вот, а потом оно вообще прекратилось. Вот. Ну, то есть, все-таки промежуток, такой, такой, достаточно большой промежуток отдыха связан не с тем, что дети не хотят заниматься, и не с тем, что педагоги не хотят ими заниматься, а просто как бы все, как очень люди. Ну, да, то есть, что-то вот такое было, что, ну, как бы, может быть, направление, что ли, движение, какие-то другие приоритеты были. То есть, ну, например, там, песенные фестивали какие-то, еще что-нибудь, то есть, про это просто забыли. Про игрушечку забыли. А вот в этом году получилось именно республиканский-то статус сохранить? Он называется республиканским конкурсом? Да, да, мы сохранили статус республиканского, но у нас немножечко другой формат. То есть, раньше, если это был праздник, он проходил в несколько дней, в два, в три дня, то в этом году, ну, также, наверное, это зависит и от финансирования, тем более нам нужно было в этом году только как бы попробовать, да, возродить, как у нас, что получится из этого. И мы немножечко сократили сроки проведения, то есть провели это мероприятие в один день, и, к сожалению, не смогли провести праздник, но зато мы провели конкурс. И начинался этот конкурс с 9 утра и заканчивался в 6 часами вечера. То есть, целый день у нас детки работали, и была очень интересная, насыщенная программа, помимо конкурсной программы, то есть, конкурс делился у нас на два этапа, это конкурс домашних работ и конкурс на самостоятельное изготовление игрушки. У нас еще была и программа, такая интересная, очень экскурсионная программа. То есть, ребята посетили, да, познавательная. Ребята посетили и Вильярский музей, да, краеведческий, и поучаствовали в мастер-классах по изготовлению той же народной игрушки. И посетили Центр Зары, они побывали там в каждой мастерской, посмотрели каждый уголок, и их познакомили со всем этим, и я думаю, что получилось такое интересное. Мы в то же время посмотрели игрушки прежних конкурсов, которые проходили в 97-м году. То есть, у вас хранится, получается? Да, у нас там есть музей детской рукотворной игрушки, и вот первые работы, которые были там, значит, когда-то выставлялись, они находятся среди всех наших игрушек, которые там, там есть. Здесь, например, можно пример привести из Визинга, тогда в 97-м году была игрушка, это карусель. Вот она у нас там находится. То есть, можно ее увидеть и посмотреть, какие раньше делали, и что сейчас. И надо сказать, что раньше уровень был выше. Ну, то есть, там было вот такое вот движение, то есть, один конкурс, другой конкурс, третий конкурс, естественно, старались показать себя более серьезно, готовились, да. А сейчас он просто получился так, что, ну, то, что есть, то и есть, понимаете, нет. Чему научили, тому и научили. Такой первый опыт возрождения, пока только пробные шаги получаются. Да, мы надеемся, что, да, это будет постоянное мероприятие, постоянный конкурс, или, может быть, мы впоследствии сможем и праздник провести в несколько дней. Но пока вот у нас такой пробный вариант. Хочу обратиться к нашим телезрителям с таким вопросом. Как вы считаете, нужно ли нашим детям уметь делать что-то своими руками, в том числе игрушку? То есть, сейчас достаточно в большом доступе, в широком доступе, очень большое количество игрушек можно прийти, купить все равноцветное, такое красивое. Вот как, лучше все-таки в магазин или сделать своими руками? Вот звоните, телефон прямого эфира, не забывайте, если кью пишите. А я хочу Настю немножечко поспрашивать, когда тебе сказали, что давай поучаствуем? Какие у тебя первые мысли? Давно ты занимаешься творчеством? Ну да, еще когда была маленькая, ходила в деревянную школу искусства. Сейчас хожу в 26-ю школу, рисую там. Чем? Игрушками занимаешься, только рисуешь? Что, вот это первый, может быть, опыт у тебя игрушек был? Это первый опыт игрушек. Мы еще делали в школе в четвертом классе, но это была простая игрушка, а сейчас так интересно, что получилось. Ну как долго думали, с мамой вместе, так понимаю, или с педагогом? Или мама-педагог? Мама-педагог, да. Понятно. Как вот этот процесс создания, как придумывали? Расскажи. Ну... Ну покажи, какой это придумывали. Настя у нас принимала участие в номинации «Тряпичная игрушка», выставляла свои изделия и в «Тряпичные игрушки», и в «Домашние работы», и также принимала участие на конкурс самостоятельного изготовления игрушки, когда непосредственно в самом центре «Зары» за 2,5 часа ребенку необходимо было изготовить игрушку самостоятельно, то есть ему не помогали ни родители, ни руководители. И была еще задана специальная тема, которая хранилась в строжайшем секрете. То есть они только там узнали? Да, только там узнали. И что это за тема была? Мы все думали, что будет какая-нибудь тема легкая, и все хотели сделать там куклу-скрутку или что-то другое, и так сказали, что будет лошадь. Ага, потому что будущий год лошади, да, и решили. Да, и тем более это такой традиционный образ, традиционная игрушка, коники, лошадки. Очень хорошо попало. Но при этом материалы были даны, да? Да, материалы все предоставляли. Надо сказать, что все ребятишки, в общем-то, хорошо справились с этой задачей. И вот мы, значит, вам дарим из нашего конкурса вот такую одну лошадку, которая сделана тоже на этом конкурсе. Спасибо большое. А чем она набита? Что это такое? Синтепон. Синтепон или еще что-то такое. Ну, в общем, вот они сделали за 2,5 часа вот таких игрушек. И было у нас 3 номинации. То есть у нас не только была тряпичная игрушка, была и глиняная игрушка. Тоже ребята и домашние работы представляли, и самостоятельно делали из глины. И игрушка из природного материала. То есть это мочало, дерево, береста, шерсть. Но при этом вот если сейчас взглянуть на наш стол, где представлены некоторые работы, где наши традиционные, собственно говоря, которые вы назвали дерево, береста, где они? Они пока не заняли. Никто не хочет заниматься деревом? Нет, ну там есть, но... Ну как бы сказать. Расскажите все нам. Они просто там двое у нас заняли, например, береста и дерево, но они уехали домой. Потому что... Конкурс был республиканский, были представлены различные муниципальные образования. Поэтому мы смогли предоставить сегодня то, что осталось у нас в Сыктывкаре или в Сыктывдинском районе. То есть игрушки забирали, получается, с собой? Да. Не оставили вон в музее? Раньше было в положении разработано, что призовые места оставались у нас в музее. И то, что они на конкурсе производили игрушки, а было очень много игрушек, куклы вот такие, все в общем делали они, это уходило в призовой фонд самого праздника. И потом этим же, с грамотами, эти же игрушки, которые были, сгонули там, награждались, ну какие-то другой, например. И здесь мы слепили, значит, делают, привузи отправляются. Понимаете? Нет, вот такой обмен был. Но самые лучшие работы, значит, которые получали призы, они получали... Вот был денежный приз, 100 рублей за первое место, довольно приличная сумма тогда была. Тем более ребенка. Да, да, да. Может, материалов было накупать? Вот, да, вот у него такой призовой фонд, но и его работа, какая призовая, которая, она поступала к нам в музей. Они там хранятся до сих пор. При этом откуда работы сюда съехались? Сколько районов? Восемь муниципальных образований, да, это города Сыктывкаров, Оркута, Вуктыл, районы Ижимский, Прилузский, Сыктывдинский, Карткировский, Кайгородский. Но при этом участникам дальнего Воркуты приезжали? Или вот они заочно участвовали? У нас было, да, у нас было несколько участников заочных, в том числе в Оркутах. К сожалению, мы не смогли обеспечить им проживание в Сыктывкаре. И так как сложно будет выехать, проживать, тем более один день всего находиться в Сыктывкаре, они принимали участие заочно. Но таких было не очень много у нас участников. Остальные все приехали, и из Ижимского района к нам приехали, и с Ембы. То есть были участники из других районов. Если второй этап, вы говорите, до конца держалась в секрете тема и требований, что это такое будет, на месте нужно было сделать. Первый этап. Там были какие-то требования определенные? Да, были определенные требования, то есть это и качество исполнения игрушек, и какой-то интересный творческий замысел. И, конечно, выставочный комитет отдавал предпочтение именно народным игрушкам. И традиционным материалам. И традиционным материалам, да. Мы как бы исключили семечки, затем пластилин, мукосольки, вот эти игрушки из соленого теста. То есть это изначально было обозначено, что такие не принимаются. Да, что это не принимается. Вот, поэтому, может быть, и поэтому еще не только еще. А почему такое ограничение? Для того, чтобы развивать нормальное место? Да, то есть надо, чтобы поднять именно народные материалы, которые у нас. Очень обидно, что дерева очень мало. То есть вот местная республика. Ну и дерево, согласитесь, ребенку-то, наверное, сложно? Нет, почему сложно? Дело просто, раньше-то ведь было. Из бересты было, из дерева очень много было. В школах ведь работали. Там же специальные мастерские какие-то делали. У меня там и танки есть, музеи там. Ну, просто такие вот. Серьезные, красивые, большие там погребушки разные такие они делали. Даже балалайка у нас есть. Маленькая детская, разготовлена ребенком. В музее, понимаете, нет? А вот сейчас этого нет. Очень обидно. А вы как-то отсматривали, насколько большой вклад был именно у ребенка? Потому что если в Воркута, предположим, отдаленные районы, вы же не могли наблюдать, сделал это педагог или это сделал ребенок. И рука ребенка, она же все равно другая. Вот как вот это вот определяется? Да, поэтому и конкурс-то и делается, чтобы на месте еще ребенок делал. Понимаете? Вот это одно из условий. Было бы, что игрушка-гаврошка домашняя работа, они потом должны еще и сами сделать. То есть подтвердить свое мастерство. То есть подтвердить свое мастерство. То есть, чтобы видно было, как они работают. Это оценивается и педагог. И как себя показали? Хорошо? Ну, то есть, в принципе, два стола и вины часа. Представьте себе, сидит 15 человек и все сшили коней. Даже мальчишки тоже сшили. Пора нам прерваться на небольшую рекламную паузу. Напомню телезрителям, телефон прямого эфира 469060. Звоните, пишите на СиКью и, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случай из практики». Сегодня мы говорим о развитии детского творчества. И в том числе мы вам рассказываем об итогах конкурса. Работа с конкурсом «Игрушка-говорушка». И напомню, что у нас в гостях сегодня Галина Степченкова, заведующая отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусства Центра народного творчества и повышения квалификации. Валерий Торбов, директор детской школы художественного ремесла села Вильгарт. И участница конкурса Анастасия Попова, ученица школы искусств города Соктовкара. Вы говорили, что был в том числе мастер-класс. Ну, такая насыщенная очень программа была. Давайте немножко поподробнее расскажем, чему научили. Давай, Настя, ты расскажешь. Давай. Там были, учили нас делать кукол-скруток. Это кукла-скрутка? Да. Это традиционная кукла-скрутка. Были разные, там, чтобы ноги у нее были, потом вот еще вот такую. Пеленашка. Да, пеленашка. Показывали, учили разные делать. Не разлучников. То есть это все обереговые куклы, получается, да? Потому что такие названия. А кукла-скрутка для чего нужна? Чтобы с детьми играть, но раньше она, чтобы оберегать. Везде ее брали. А пеленашка для малыша при рождении, наверное, делалась? Или как? Ну, вообще, куклы-скрутки – это такие наиболее архаичные игрушки, которые клали еще в колыбельку ребенку. То есть по его рождению, чтобы эта кукла оберегала, ребеночка защищала его. Вот поэтому они были… Сейчас более современные – это амулеты, да, а раньше вот такие были – пеленашки. Красивое такое название. Насколько сложно сейчас детей учить? Сложный или несложно? Вот какие дети? Другие или дети всегда одинаковые, хорошие, творческие? Если программа, вот как бы учебная программа, если педагогам она отработана, потому что прежде чем учить ребенка, надо педагогу самому знать, что сделать. Понимаете, нет. Вот я, например, из практики. Что я буду учить, если я сам не знаю. Поэтому я должен научить и отработать, что… Это если работа с новыми материалами какими-то, да? С любыми. Любыми, то есть любая… Хоть и ты издаешь материал, но ведь что-то надо новое придумать, например, или даже старое повторить. Надо, чтобы у тебя ручки ходили тоже так, значит, отработанно. Потому что игрушка требует быстрого исполнения. Вот, например, в глине, вот и скульптор может делать ее, знаете, усекать и долго. Из какого-то… И у нас, конечно, сейчас больше преподают скульптурных таких пластиков, преподается, да? А игрушка, она всегда делается руками. И только в руках. И уже готовая ставится на стол. И то есть она обтекаемая была, чтобы удобная была в обращении. Поэтому она совершенно иной пластики. То есть народной пластики должна быть. И поэтому без умения работать руками, то есть как бы вытягивать глину, или сприлеплять ее, значит… Ну, это силы в пальцах тоже. Да, то есть, ну вот. То есть моторика должна работать, значит, какие-то заглаживать их и так далее. То есть без вот этого навыка игрушки не сделаешь. Она получится какая-то яршистая, непонятная, ну, какие-то вот такие вот, да? Ну и так же в любом другом материале. Например, из бересты, вот, обыкновенно шуршар, да? Вот я, правда, не принес вот ничего. Он другого, да? А вот на основе вот этих вот технологий изготовления шуршара можно столько игрушек наделать. У нас музей таки есть. После вот этих конкурсов, которые были раньше, значит, да? Есть тот же конь со всадником, понимаете? Нет, из шуршара сделано. Даже, по-моему, меня делали с портфелем. Ничего себе. Ну, как бы, типа куклы-марионетки, вот, тоже, значит, да, вот, на принципе, в изготовлении, вот, из бересты, в принципе, шуршара изготовления, то есть, ну, как бы, сворачивание. Поэтому без умения вот работать с материалом, предагогу, да, он ведь должен показать это, как делается, и научить, помочь. И только потом уже, как бы, вот, получается, и обучение из рук в руки. И потом это, значит, кто-то раз увидел, попробовал, он будет то же самое. У меня практика есть такая, что я работал в университете, и вот одна девочка сдавала экзамен дипломный, защищала, да? То есть, она притихла и не знает, что сказать, а руками, значит, она вот тут сидит, вот так показывает, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вспоминает через руки. Да, то есть, она руками вот делает что? Делала она там у себя, как изготавливала, она вот руками делает, понимаете, нет? А сказать она не может. Легко увлечь, да, прыг? То есть, это дает возможность, что руки запоминают даже, понимаете, нет, а потом уже в голове тормоз. Поэтому вот только из рук в руки ремесло, нет, вообще ремесло передается. Я думаю, что да. Тем более, если говорить о детях, то есть, непосредственно это является, дети, они играют с этими игрушками, то есть, они даже максимально приближены к этому. И поэтому, тем более, когда игрушка сделана или мамой, или даже своими собственными руками, то есть, она является каким-то вот более таким тёплым предметом, да, то есть, ребёнок более заинтересован с ней играет. То есть, мне кажется, что это очень интересно. Вот ещё один момент есть. Дело в том, что если ребёнок изготавливает сам, он худый, бедный, даже плохо сделает. У него работает воображение. То есть, он развивает фантазию. А в магазине купишь, ну что там, всё готово. То есть, есть, ну просто процесс какой-нибудь, ну, посиди за столом, значит, покормить её, там ещё что-нибудь. А здесь совершенно по-другому. Как многие бабушки сейчас тетуют, что раньше были деревянный конструктор, и деревянный кубик был и самолётом, и поездом, и лошадкой, и всем-всем-всем, а сейчас на всё отдельная каждая своя игрушка. И на табуретке можно было одеть всё, что угодно поехать с этой табуреткой. Настя, ну вот ты научилась сейчас куклы делать. Собираешься дома, кому-нибудь в подарок. Вот сейчас Новый год, может быть, кому-то надаришь? Мы уже купили ткань, и красивую такую. И хотим делать вот лошадей, дарить бабушке, дедушке, всем. Но если всё-таки следовать традициям, должна ли быть ткань, ну, это обычный совершенно, ситиц, или можно какие-то современные ткани использовать? Вы какую ткань купили? Ты знаешь название? Нет. Можно современные? Есть какое-то вот ограничение, что если это народная кукла, она должна быть вот из натуральных материалов? Ну, изначально вообще игрушки тряпичные, их делали из того, что есть. То есть это какой-то волоскуточек ткани, там, волоскуточек старой кофты. И делали вообще вот всё, что было. Пускали, да, вот именно на игрушечки. Поэтому, мне кажется, вот именно разделяешь, что там ткань натуральная, натуральная, не стоит. То есть лучше делать из того, что есть. Сейчас очень много же ярких, даже вот нитки. То есть раньше бы вряд ли было сильно доступно желтый хвост лошади сделать, да? Скорее всего, это было какого-то льняного цвета. Так, разнообразие. Вот опять-таки проявление творчества. Да, но в принципе, на самом деле, можно пойти в магазин, выбрать то, что тебе по душе, и сделать из этого игрушку. Тоже, наверное, на усмотрение каждого хочет этим заниматься. Я, конечно, сроднилась с этим коняшкой, но вот не менее красивые коняшки у нас ещё стоят. Каким образом, вот, я так понимаю, что это мочало, так? Да, это мочало. Сложно это делается или несложно? Ну, во-первых, если говорить о мочале, вот, надо сказать, что она... Потому что это не сильно нашим землям-то схвистит. Да. Она у нас только на юге, не мочало, вернее, а липа растёт. Вот, где я родился, у нас, значит, липы из мочала делалось очень много. То есть там очень липы много росло, и вот её собирали. Почему мочало? Потому что, значит, снимается определённый размер. Вот. Ложки, например, самого дерева ложки делали, да? А вот из коры, которую снимали, её замачивали месяца на два-три в воде. Потом она, значит, расслаиваться начинала, значит, лишнее убирали. И вот из этого мочало. Из мочала делали верёвочку. Кстати, почему много верёвочки шло, именно вот, мочальной такой, липовой, да? Это подвязывали виноградник, потому что она, когда мочала, она выделяет фитоциды. И они пахнут, и они, значит, ну, как бы сказать... Обеззараживают. Обеззараживают окружающую среду. И в то же время... Причём мочальными бочалками моются. Потому что вот одна женщина говорит, а зачем, говорит, мне лично какие-то кремы там и так далее? Потом... Как с крабом, да? С крабом-то, да? Когда пошёл, говорит, мочалкой, то есть сам себя обеззаражил, всё отлетает от неё, то есть она убивается вот это. Поэтому и здоровшие, говорит, раньше люди были, а теперь специальные какие-то штуки делают, чтобы всё красиво было. Но это детские работы? Да, это детские работы. Это работы победителя тоже, игрушки-говорушки. Софьи Паутовой, преподаватель Екатерина Васильевна Хоменко, это школа искусств. Эти игрушки заняли первое место в номинации «Игрушка из природного материала». А сколько номинаций было? Всего было три номинации, «Игрушка из природного материала», «Глиняная игрушка» и «Тряпичная игрушка». А победителей в итоге сколько было? Получается, что у нас было два этапа, и в каждом этапе было по три номинации, в каждой номинации по три призовых места, и всего у нас получилось 18 победителей. То есть обделённых практически не было? Ну, очень много, да, кто завоевал призовые места. При этом возрастной ценз какой? С 10 до 14 лет. У нас была одна возрастная группа. Можно было и раньше маленьких взять, и постарше, но... А «Глиняную игрушку»-то, это тоже детские работы, или это Ваши? Да, это детские победители. Это как раз у Лешовой Жени. Она занимается. И у меня гупластика там другая, не скульптурная, поэтому «Игрушка народная» должна быть. Ну, тут ещё, конечно, можно говорить, какие недочёты и так далее. Ну, это детские работы. Ну, а проводили какие-то там работы над ошибками, что вот здесь бы можно было так, или дети обиделись бы? Да нет. Дело в том, что ну как можно говорить ошибками, когда он в конкурсе сам участвует, там отбирается уже победитель. И, кстати, значит, довольно немного было, всего пять участников. Да, глиняные игрушки было представлено немного. Но это всё-таки сложность с материалом добычи глины, потому условий надо вот это вот, чтобы они были. То есть, может быть... Технологически сложный очень процесс, поэтому, к сожалению, сейчас не так много, кто преподает, кто занимается именно вот глиняной игрушкой. Хорошо, в Вильгарте пока созданы условия, например, да? Ну, вот где ещё созданы ещё условия? Это вот в университете созданы условия для керамики. Ну, где-то в Печёре, по-моему, есть там ещё печи. Потому что на длину обжигать же надо. А если каждая игрушка должна была сопровождаться презентацией? Вот самая яркая презентация на ваш взгляд? У нас её и в этом году её не было. Потому что мы, да, сократили, получается, наш формат. А это надо на будущее думать, надо условия писать. А как обычно, ну, по опыту прошлых лет, самые интересные какие? Ну, там интересные какие были. Ну, кто-то колыбельную пел, кто-то, значит, игру с этой игрушкой. Вот, например, с валанчиками там они разбирались, значит, и, ну, то есть, показывали, как это... Вот игрушка используется, ну, в движении, например, да? Там кого-то засалить, там как... Сама игрушка какая-то, сама игра придумывается там. Вот. Или сами что-то придумывают с этой игрушкой. Или сценка какая-нибудь, играют там, например. Знаете, вот есть иногда ребятишки в классе сидят, значит, ну, вот из сценки друг друга сыграют с чем-то, значит, да? И вот надо же с игрушкой было придумать там какую-то сценку. То есть вот такие были. Полёт творчества. Да, то есть они должны защитить будет вот игрушку свою, которые, правда, не ту, которую сделают на месте, они тут показывают своё ремесло, что они умеют это делать. А дома ещё нужно было её обыграть и решить. Ну, как КВМ в свою роду получается, понимаете? К сожалению, пора прощаться. Я думаю, в каждом взрослом даже живёт ещё и ребёнок. И мы готовы и играть, и делать игрушки, и будучи совсем взрослыми. Так что не забывайте, что вы выросли физически, но внутри у вас есть ребёнок, и ему тоже нужно поиграться. Так что делайте, учитесь, игрушки очень интересно. Напомню, что в гостях у нас сегодня были Валерий Торопов, директор детской школы художественного ремесла сила. Галина Степченкова, заведующая отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусства Центра народного творчества и повышения квалификаций. И вам спасибо. И отдельное спасибо Анастасии Поповой, ученице школы искусств города Зактовкар. Дальнейших творческих свершений тебе. Спасибо. А в следующем эфире программы «Случай из практики» мы расскажем о конкурсе тоже, но уже на сей раз роликов антинаркотической направленности «Выбор в пользу жизни». До встречи. А сейчас небольшой комплекс упражнений «Внимание! Подзарядка».